Доктор юридических наук Тема выступления «Российская правовая доктрина. Формирование и перспективы». Доктор юридических наук Доктор юридических наук Один Казанский федеральный университет демонстрирует классическое университетское юридическое образование. И университет юстиции – это тоже юридическое образование, академическое, я бы так сказал, академическое прикладное. Вот проблемы, сочетания вместе, исследования – это очень важно, и здесь мы это видим. И, конечно, фигура Гавриила Романовича Державина. Безусловно, вот это действительно такой синтез права и культуры, а я правильно, я вас реализую с предыдущим докладчиком из Самары, культура и права. Культура для права имеет определяющее значение, безусловно. И там и государственные вопросы, и государственный деятель, и, конечно, мыслитель, и потрясающий поэт. И вот все это вместе на земле Казани, конечно, располагает к анализу, к дискуссиям. И мне хотелось бы остановиться вот на вопросах развития отечественной правовой доктрины. Мы последние годы, 20 лет уже больше проводим самые различные и успешные, и, честно говоря, бывает и не очень, юридические реформы. И вот сейчас наступил такой момент, мы опять как-то вот находимся на переломном этапе. В связи с известной международной обстановкой, внутриполитическими ситуациями, которые вот в связи с этим возникло. И необходим концептуальный анализ. Современный этап развития страны требует концептуального обоснования взглядов и фактов на отечественное государство и право. Следующий. Вот посмотрите, к началу 21 века в отечественной правовой системе фактически сложилось 4 различных социально-правых уклада. Которые находятся в сложном соотношении взаимосвязи. Это, прежде всего, базовая законодательная система отраслевого характера. Далее, это структура и порядок правоорегулированы, заданные советской правовой системой. Многие институты и регуляторы продолжают существовать, причем в разных формах. Это, безусловно, механизмы, мощные механизмы исполнительной власти, судебной, административной практики, которые задают во многом интегративное, автономное, неоднородное правовое пространство. И нельзя уходить от существования, мы федеративное государство, региональных субсистем права. Которые, конечно, значительно сейчас ограничены федеральными регуляторами. Но и, тем не менее, здесь есть и традиционный механизм действия права. Вот мы тратим, кстати, эти системы олицетворяют различные правовые уклады, объективно существующие, динамика которых важна с позиции формирования единой правовой системы. Мы тратим сейчас много усилий на достижение сбалансированности правовой системы. Однако, надо отметить, что вот эти усилия по сбалансированности правового регулирования, отраслевого, межотраслевого, не всегда дают однозначно положительный эффект. И проблема во многом в том, это неясность и неопределенность исходного концепта единства правового регулирования в России. Есть на этот счет разные оценки. Следующий. Вот известная оценка Антона Александровича Иванова. Посмотрите, пожалуйста. Рассогласование нормы и факта. Надо сказать, такая ситуация не только в гражданском обороте, о котором он говорит. Схожие процессы наблюдаются в системе гражданского судопроизводства, где имеет место злоупотребление правом на основе новых правовых регуляторов. Неоднозначная ситуация в уголовном процессе, где принцип состязательности, проведенный в ортодоксальной даже для западных стран форме, стремление к упрощенному форму расследования столкнулись с элементарными принципами защиты прав человека. Сложная ситуация во многих важных отраслях экологического земельного права, права социального обеспечения. Мы, к сожалению, далеки еще до российской исторической традиции в реализации адекватной модели местного самоправления, которая бы реально включала население в управление делами общества. Вот такое расслоение имеет место. Попытки синтезировать прагматически это пространство порождают сложные, деформирующие правосознание и юридическую практику эффекты. В целом царит определенная эклектика, борются различные уклады и тенденции. По сути, проблема состоит в следующем. Как достичь следующего этапа развития в правовой культуре? Каковы пути к демократическому и действенному национальному правопорядку на основе вот этих двух элементов? Это высвобождение мощных правовых начал самого общества и интеграция в мировую правовую культуру. И для того, чтобы вот ответить на эти вопросы, необходимо немножечко, что называется, посмотреть в контекст. Какое место сейчас занимает Россия на правовой карте мира? Следующий. Вот я специально, мы сделали вот такие снимки известной книги Цвайтера и Керца. Сейчас на правовой карте России практически нет. Вот последние классификации не только этих немецких авторов, но и других западных авторов исключили фактически Россию вместе с социалистическим правом из глобальной систематики. Вот просто убрали этот раздел, а дальше мы вот там где-то вот в непонятном пространстве находимся. Россия, надо сказать, отсутствует как самостоятельная правая общность в типологиях большей части ведущих современных отечественных учебников по теории государства и права. И лишь упоминается либо как частный случай романного германского права, либо вот такого некого переходного права. Покажите. Следующий. Вот глобальная типология по Чиркину. Видите, все есть, но, честно говоря, нигде мы не идентичны. Следующий. Вот типология правовых систем по Михаилу Николаевичу Марченко. То же самое, переходное право. Я еще об этом скажу. Надо сказать, на это как бы не следует обижаться. Это отражение реального факта, нынешней рефлексии, доктринальной рефлексии отечественного правового мира. Как мы объясняем коренные причины правовых проблем страны? До сих пор существует распространенное мнение о чуть ли прирожденном правовом нигилизме, которое присуще России. Вот это своеобразный современный нормализм в сфере права, надо сказать. Он вошел как канон даже в отечественные учебники для юристов. Ни одна страна, надо признать, не готовит своих юристов на таком постулате. Но вот эта тема очень расхожая. Она даже вот вошла в некий такой вот обиход, констатации даже руководителей государства. Следующий. Вот известные выражения, высказанные Дмитрия Анатольевича. Вот такой постановки, мне кажется, даже не стоит возражать. Так как мы прекрасно понимаем, что истинно правовые чувства, социальной справедливости, равенства, терпимости составляют преемственную на протяжении веков при всех режимах основу массового обыденного правосознания в России. Делают российское общество великим правым обществом. И несмотря ни на какие изменения, пертурбации, благодаря вот этому стабильному, обыденному правосознанию, мы совершенно не хуже в великих правых обществах западных стран. Вот это очень важно констатировать. Есть в литературе и более современные трактовки. Обратимся опять к Антону Александровичу Иванову, пожалуйста. Вот как он объясняет причины диссонанса Гражданского кодекса и реального гражданского оборота в России. Обратите внимание, вот в этой системе причин на первые места поставлена специфика человеческого фактора, который влечет целую цепь следствий, ослабляющих наш гражданский оборот. При всей привлекательности такой теории, надо сказать, что в ней сквозит известная постановка проблемы. Есть хорошие законы, но люди не готовы их выполнять. Вот еще раньше был вообще модным обратный тезис. Дайте нам хорошие законы, и все наладится. Вот что-то подобное мы слышали в период перестройки. Теперь, вот потом в 90-е, теперь вот сейчас. Но эти объяснения, несмотря на то, что они в какой-то мере привлекательны, не дают нам никакой разумной альтернативы, кроме пессимизма, разочарования и очередных компаний. Повышение качества населения не может основываться только на авангардных кодификациях и на правовой пропаганде прогрессивного законодательства. Мы не сможем перескочить закономерных этапов развития отечественной правовой культуры. Практика предшествующих 20 лет, уже больше массированных несогласованных интервенций в базовой отрасли, ведет фактически к стагнации отечественной правовой культуры. И эту страницу, конечно, надо перевернуть. Пока не сложилось целостного юридического понимания правового порядка в России не только как государство, но и, прежде всего, как государство нации. Поэтому это влияет, без слова, на развитие доктрины. Хронологически отечественное право охватывает огромный период с IX по XX век. С позиции концепции формирования российского права необходимо выделить периоды, которые являются этапными, определяющими для становления национальной правовой доктрины. Какие это этапы? Следующие. Вот первый этап, традиционно мы его начинаем с IX, фактически это гораздо раньше, преднациональный этап отечественной правовой культуры. Прежде всего, надо обратить серьезное внимание на древнерусский и вообще древневосточный типы правовой культуры, которые, по сути дела, были преднациональными, но до сих пор оказывают значительное влияние на наши правовые феномены. Черты этого этапа нуждаются в переосмыслении с позиции понимания и знания последующей истории отечественного права. Надо значительно больше изучать традиционные права, в том числе право народов, населяющих территорию России, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Это вовсе не архаичные, как вот нас в учебниках даже пишут право. Это такие регуляторы, которые имеют колоссальное перспективное значение. И, к сожалению, наша доктрина еще не сдвинулась вот с этапа еще советского, да еще и дореволюционного в этом отношении, хотя отдельные исследования сейчас начинают проводиться. На роль концептуальной основы современного российского права претендует предель всего век XIX. Следующий. Вот посмотрите. Вот я обращаю опять внимание, не XVIII, а все же XIX. XIX век создал в России высокую, практически модернистскую, оригинальную правую культуру, которая стала впоследствии основой мощной либеральной традиции, которая была отражена в последующем законодательстве. Видите, сколько достижений. Мы вторую половину XIX века вот так вот берем и судебные реформы, и то, что ей предшествовало, и последующие реформы и так далее. Вот, казалось бы, вот он, концепт, вот, и сейчас отдельные движения законодателя к этому стремятся, там искать идею, идеологию. Однако, на наш взгляд, этот период не может рассматриваться как уникальный золотой век русской правовой культуры. Следующий. Прежде всего потому, что он пока еще не основывался на сложившейся общероссийской нации, общероссийском правовом языке. Правосознание демонстрировал глубокий социальный раскол помещи крестьянского общества, право которого даже своих блестящих образцов выражало лишь правую культуру дворя. Нет, верните, да, дворянство и интеллигенции. Только к середине XIX века и скорее к концу его завершился процесс окончательного становления национального русского литературного языка, что для права имеет колоссальное значение, национальной музыки и в целом правовой науки. Поэтому только к концу в России XIX века сложился условно-европейский, но весьма неустойчивый верхушечный правовой уклад. Правая культура России в XIX века еще не обрела черты национальной общегосударственной системы, что потом революции показало, потому что эти институты были достаточно быстро сметены. И вот XX век. Следующий. Что произошло с российским правом в XX веке? Господствующие в юридической не только литературе взгляды современная политика, права и доктрина отказывают, по сути, по существу, включать XX век, за исключением правовой идеологии русского зарубежья, в закономерный ход истории отечественного права. Причины совершенно понятны. Слишком много, вот здесь на этом слайде показано, именно в политической и правовых сферах страны было такого, что несовместимо с правом как социальной и общечеловеческой ценностью. Однако, вот этот взгляд не может быть положен в основу современной стратегии развития отечественного права. Вот такая оценка XX века. Следующий. Нельзя не видеть объективного факта, что именно в XX веке в рамках СССР под эгидой марксизма и большевизма закономерный ход истории отечественного права не только продолжался, но и достиг цивилизационной зрелости в главных параметрах, нерешенных в XIX веке проблем становления отечественной правовой доктрины. В XX веке сложно, противоречиво, с огромными и никогда не простительными, конечно, человеческими жертвами Россия смогла поставить и разрешить принципиальной важности проблемы завершения формирования общероссийской правовой культуры. Преодолеть раскол общества, его сословность, решить национальный вопрос, обеспечить равенство полов, социальную защиту, молодежь, дети. Все здесь очень много, мы все прекрасно этого знаем. Вот все без чего невозможно развитая цивилизационно самостоятельная государственность и правовое общество. Что происходило в праве, кстати говоря, в этой связи? Следующий. Вот посмотрите. Очень много прорывных новаций в сфере законодательства. Нам XX век в России показывает. Юридических процессов, техники, технологии, права. В советском праве были фактически примирены принципы состязательности и инквизиции. Вот что мы сейчас активно обсуждаем, никак не найдем решения. Найдены опережающие западные аналоги эффективные процессуальные институты как в гражданском, так и в уголовном процессах. В том числе предварительного расследования и судебного разбирательства. Конечно, нельзя идеализировать советское право. Но тем не менее, следует признать, что все эти контексты составляют реальный правовой опыт России XX века. И можно предположить, что именно в XX веке, несмотря на сложности и противоречивость правопорядка СССР, Россия смогла сформировать основу своей юридической доктрины во многих своих элементах гораздо более совершенную и инновационную, чем аналогичные институты западных стран. Главное, что следует подчеркнуть, эти институты рождались на основе не только зарубежного, но прежде всего национального юридического опыта. И советский период был более преемственным с дореволюционным развитием, чем это принято сейчас признавать. Поэтому, следующее, уважаемые коллеги, нужен анализ отечественного права XX века. Вот мы только здесь вывели небольшое количество. Наследие Пиголкина, Братуся, Васильева, Казимирчука, Кудрявцева, Лунца, Самощенко, Шаргородского, Явича, Флещицы, Офис, Строговича и многих других, фактически создавших на основе дореволюционного наследия современную юридическую доктрину России. Следующий. Творчество всех этих исследователей и казанской школы, замечательной советской, и теоретической, и международной, и многих других классиков юридической мысли русского зарубежья фактически выразила сущность отечественной правовой идеологии и стала в XX и начале XXI веков вершиной цивилизационного развития отечественной правовой традиции и фундаментом нового этапа развития российского правопорядка и правовой системы. Сейчас, конечно, исследования продолжаются, и это замечательно. Мы занимаемся вот философией, здесь вот наши замечательные теоретики есть, и позитивизм, и естественно правовой доктрины у нас много, и новых трактовок интегративных, цивилизм, модернизм, просто модернизм и так далее. Это все замечательно. Но все же оценка вот сейчас ситуации в фундаментальном правоведии. Мы мало занимаемся собой. У нас наметился разрыв связи фундаментальной и отрасевой науки. Вот здесь генерал апеллировал к ученым, дайте идеи. Что за такая апелляция? Она, кстати, характерна. Дайте и тишина. Общие разговоры, общие доктрины, позитивизм. Естественно, сколько можно. Давайте контекст фундаментальный выработаем для страны, для России, где бы не сиюминутно, не вот так вот частно решались вопросы, а фундаментально, концептуально, системно. Вот здесь наша юриспруденция фундаментальная, надо признать, очень сильно в долгу перед страной. И, конечно, должна создаваться современная догматика. Вот то, что считается, что уже все пройдено. Помните известные работы Горшенева Виктора Михайловича, Алексеева Сергея Сергеевича? Вот догматикой, догмой современной права. Ведь сейчас практически мало кто занимается. А практика юридическая, отраслевая, дает огромный материал фактически, который нуждается в переосмыслении. Вот, наверное, в этом и надо искать ответ Антону Александровичу Иванову, почему не применяется в полном объеме Гражданский кодекс. Ему, этому кодексу, скорее всего, действующему, недостает подлинной адекватности и системности с реальными закономерностями гражданского оборота в России. Сейчас необходима и уже давно остро нужна теория права. И не только общая, но теория гражданского, уголовного, процессуального, теория госуправления, откуда юристы, к сожалению, фактически ушли, и других, безусловно, направлений. Например, говорят, что российская правая система является переходной. Вот у Михаила Николаевича Марченко. И не только у него это звучит. Сама по себе эта констатация мало что объясняет. Вот мы переходные. Государство, правая система. Переходные к чему и во что? В теории далеко непонятно. Но разве может быть переходной правовая система после десяти веков развития? Ведь мы же не код-де-вуар. Вот такого просто быть не может. Китай при колоссальных экономических реформах, надо сказать, не называет свое право переходным. Безусловно. Мы же, вот как бы немножко так сказать, приклеили себе этот теоретический ярлык и впали в бесконечную правовую неопределенность. Как в правовой теории, так и на практике. Переходными могут быть, конечно, и экономика, и даже государство. Но только в известной, как мы сейчас видим, мире, и экономика, и государство, в известной мере, ментальные сложные структуры объективного порядка, безусловно, сохраняются. Переживает ли сейчас этап аккумуляции и концептуальной консолидации российское право? В этом существо и главное противоречие современного момента. Да, если мы сумеем сохранить накопленные качества правовой культуры, независимо от его принадлежности к тому или иному этапу. И если будем политически самостоятельными и дадим нашей правовой традиции окончательно развиться. Какие вопросы науки здесь представляются приоритетными? Следующее. Центральной проблемой становления отечественной правовой доктрины является вопрос миграции цивилизационных элементов и иных правовой культур. Мы это ощущаем, прежде всего, англо-американской и современной европейской. Мы растерялись перед мощным процессами конкуренции зарубежной правовой идеологии. Прежде всего, в своей законодательной политике. Ведь мы же понимаем, что это только в Конституции написано, что не может устанавливаться никакая государственная, господствующая идеология. На самом деле, мы оказались в сильнейшем поле притяжения западной правовой идеологии, перед которой не устояла не только сама Конституция, установив в других своих статьях в качестве руководящей, направляющей вместо марксистской либеральную идеологию, но и наше текущее законодательство. И даже практика судебной власти. Последнее стало активно копировать прецедентную систему. На зыбкой почве надо признать нашего весьма коллизионного законодательства. Это внесло значительный диссонанс в реальные структуры порядка и создавало впечатление, что Конституция определяла новую правовую идеологию на совершенно чистом и пустовавшем поле правовой культуры России. Но это не так. Следующий. У России была и есть национальная правовая идеология. Она складывалась исторически. И она, надо сказать, вовсе не марксистская. В советское время национальная права и доктрина России развивалась в марксистской политической форме. Но это не меняет ее сути, ее собственно правового содержания. Она зрелая, более зрелая и не менее самостоятельная, чем, скажем, права и доктрина Соединенных Штатов. Говоря о задачах следующей, развития отечественной правовой доктрины, необходимо избежать на следующем этапе развития российского права другой крайности. Игнорирование западного правокультурного опыта, что вот сейчас, к сожалению, имеет место. Вот, посмотрите, краткая цитата академика Вик Владимировича Виноградова. Следующая. Мне очень приятно, что вот здесь филологи. Кстати, это просто здорово для юристов. Это классик отечественной филологии, которая является вообще просто потрясающе актуальным сейчас и многое объясняет. Суть отечественной правовой традиции имеет глубокие корни в европейской культуре, говорил, писал Вик Владимирович Виноградов. Отечественная правовая культура смогла развиться в достаточно короткий исторический срок именно и во многом благодаря европейской правовой и политической культуре, которую наше правосознание с 19-20 веков успешно идентифицировало применительно к России. Широкая практика отношений с зарубежными правопорядками не могла не оказать глубокого влияния в чем-то даже и определить структуру фундаментальных институтов российского права, сохранив, вот что очень важно, однако тип и характер национального правового мышления. Сейчас заметны политические тенденции отрицания, в том числе по религиозным мотивам, всего нового, что создается в социальной и правовой практике Европы и Америки. Надо сказать, вот мы видим, церковь склоняется все же опять к физантизму. Надо иметь в виду, что современные инновации права на Западе – это элементы западной правовой традиции, которая сейчас переживает этап глубокой переоценки своих оснований. На Западе, на наших глазах, разворачивается фронтальная революция права, признаки которой, вот посмотрите, следующие показаны на этом слайде. Это очень серьезно, это требует особого анализа, я не буду здесь касаться. Вот рецепиируя устаревшие западные правовые формы, как вот иногда это было в XVIII веке, мы часто не видим и не понимаем смысла происходящих там фундаментальных изменений, которые направлены на создание новых смыслов и новой социальной мотивации для переживающего ситуацию переоценки ценностей постиндустриального общества. Вот как к этому относиться? Вот к этому относиться надо, по крайней мере, с пониманием этих смыслов. Россия нуждается в идеях, мы не можем быть индифферентны к этому. Мы нуждаемся в авангарде права, процесса, судоустройства. Да, российское общество во многом традиционное, но далеко не до традиционалистское. Поэтому надо пристальнее вглядываться не только в нынешний и тем более вчерашний день западной правовой культуры, которая западная традиция давно изжила и прошла, но еще института сохраняется, а именно в ее будущее, разбираться в этом западном будущем не хуже самих западных стран. И вот в этой связи опять возникает вопрос. Следующий. На новом этапе развития отечественного права необходимо еще раз ответить на вопрос о нашей правовой идентичности. Этот ответ должен быть, на мой взгляд, все же мы европейцы. Но центр Европы не только в Брюсселе, в Страсбурге. Европа гораздо более сложно устроена. Культура Европы, в том числе правовая, не сводится к культуре Западной Европы. Сейчас она уже включает гораздо большее число культурных потоков, которые сложно взаимодействуют, конкурируют с друг другом. Мы же, к сожалению, часто в этом процессе теоретически невнятны. В 20 веке, а это неправильно, это безосновательно. Следующий слайд. Вот посмотрите, в 20 веке получил мощное развитие исторически более молодой правокультурный вектор Европы, его восточное измерение. Принципиально новым явлением в развитии европейского права 20 века стало формирование евроазиатского измерения европейской правовой культуры, включившего в орбиты европейского права народы Средней Азии, Сибири, Закавказья. И даже Китая, Монголии и не только. Фактически создан новый правовой ареал, включающий в себя народы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Закавказья, Китая, некоторых стран Юго-Восточной Азии. Этот ареал, вот это очень важно, до сих пор, несмотря на новые экономические и политические условия, сохраняет признаки целостности в правовой культуре. Почитайте, что пишут вот те же восточноевропейские юристы. Очень откровенно бывает проскальзывают статьи, вот при том, что фактически сохраняет советская юстиция, вот в Польше, в других восточноевропейских странах, хотя там все давно уже зачищено, там уже проведены фактически все вот эти вот, к сожалению, зачистки юристов и так далее. Это гораздо глубже. Поэтому, следующий слайд. Право, поэтому Россия, никак не может отгородиться от своей правоидеологической роли. И просто, как вот пишут, вернуться в романо-германское право. Такая постановка, серьезное упрощение. После 20 века, после фактического складывания огромного самобытного, восточноевропейского и евроазиатского правопространства, Россия уже не может иметь местечковое право и превратиться в субъекта, действующего по формальным силогизмам судебной практики из Западной Европы. Западная Европа для России – это наш важнейший, несмотря ни на что, экономический и политический партнер. Но в правовом отношении с 20 века для нас Европа западная – не центр, а периферия. Европейская идентичность России должна быть элементом нашей правовой идеологии. Но нельзя всю проблему соотношений с правом Европы сводить, вот как вот сейчас, к сожалению, происходит, к имплементации решений Европейского суда по правам человека. Да, конечно, надо признать, ЕСПЧ оказывает важное положительное влияние на наше право и правоприменение, в частности, вот на развитие процессуального законодательства, уголовно-исполнительной системы. Однако Европейский суд не может рассматриваться чуть ли не как главный инструмент санации нашей правозащитной практики. К сожалению, мы соскочили на эту колею. Проблема гораздо глубже. Методология имплементации не в состоянии быть основным источником правовой идеологии в сфере обеспечения прав человека в России, так как ограничена политическим и бюрократическим даже фарватором навязываемых правовых ценностей. Имплементация Конвенции по правам человека должна идти на основе создания концептов новой европейской правовой идентичности России в сфере прав человека, формируя тем самым ценностную, современную альтернативу. Вот задача доктрины. В этой связи возникает актуальный вопрос о самостоятельности права как явления культуры в самой России. Способны ли сейчас отечественные права выполнить свою доктринальную миссию в евроазиатском правом пространстве? Действуем ли мы всегда с высоты понимания задач, стоящих перед российской правовой системой? К сожалению, далеко не всегда. Следующий. Ключевая проблема нашей юридической теории и практики пределы политического подхода к праву. Нарушение закономерного баланса права и политики в России. Следующий. Политический подход, вот посмотрите, опять в сравнении с Западом. К правовому регулированию сейчас господствует в Западной Европе. Это закономерная особенность западной правовой культуры, которая имеет длительную историю головенства позитивизма в 20 веке, и сейчас все это вышло на новый уровень. Мы это активно заимствуем, к сожалению, весь пореформенный период. В результате масштабы узкополитического давления на законодательство и судебную практику многократно превзошли, надо признать, советский период. Вот некоторые сферы. Следующие. Да. Сферы политизации права России. Наделись, вот можете просто посмотреть, наделись смешение правовое и политическое регулирование наносит вообще огромный ущерб. Так, например, вопрос, вот предмет гражданского права, куда уж, казалось бы, юридичнее, решается в рамках либо в правовой методологии, либо попадая в политический контекст, в том числе с помощью, надо сказать, наших, самих же нас, служит политической селекцией методов в законодательно регулированных сферах трудового, экологического, земельного, водного, лесного регулирования, что значительно деформирует юридическую практику. Следующий. Политизация привела в конечном счете к вмешательству в системные границы базовых отраслей, когда гражданско-правые споры по неправым мотивам переходят в режим уголовных правонарушений. Фактически речь идет об опасном вторжении в сокровенные институты национальной правовой культуры. Рецепт иностранного права также идет в режиме правовой политики при внесении в отечественную правовую культуру несвойственных ей элементов западной политической и правовой практики. Многие современные правоинновации в административном, уголовном праве, в процессе труднообъяснимы с позицией собственной закономерности права. Нарушаются принципы юридической ответственности, классические основы базовых институтов конституционного, уголовного, процессуального права, что ведет, конечно, к ущемлению прав граждан. Вот правообразование. Следующее покажите. А, вот, давай, назад, назад, назад. Правообразование. Вот правообразование. Широкий в правую форму приобрело приобрение реформ правоохранительной деятельности, в частности. Ну и вот в теоретическом плане, как это объяснить? Вот покажите следующий слайд. Вот, я думаю, старшее поколение, здесь молодежи очень много. Молодежь, конечно, не помнит. Хотя, может, в библиотеке есть. В начале 80-х годов, прошлого века, вышла вот эта замечательная книжка Юлии Георгиевне Петкаченко. Кстати говоря, она работала в ВИЗИ. Предчет, чем ЮА. Она написала в своей этой монографии, что не существует правовых в собственном смысле слова отношений. А есть лишь правовой способ регулирования общественных отношений. Вот кредо. А правовая деятельность есть просто упорядочение какой-либо предметной деятельности. Вот, нет, это оболочка права. Вот, наверное, Юлия Георгиевна, к сожалению, ушедшая от нас, замечательный человек, не могла она и представить, что в 21 веке вот этот ее, ну, все же надо признать, очень сомнительный теоретический пассаж фактически превратиться в кредо законодателя. Это вот фактический лозунг практической законодательной политики бывает. Нет, собственно, правых закономерностей и правоотношений, поэтому можно что угодно вводить в правые рамки и достигать в итоге самых невероятных социальных результатов. Вот смысл теории. Следующий. Право как форма, чистая. Это очень своеобразная трактовка правового государства. Право понимается как чистая, пустая форма, которая не содержит собственных правовых предметов, а является социальной управленческой системой, неким регулятором. Вот по типу Центробанка. Вот последствия. В систематизации, например, следующий. Вот систематизация. Ну, сказалось бы, такая классическая юридическая сфера, как систематизация права, теряет собственное правовое содержание. Когда основой систематизации выступают, кодификация в частности, неживая юридическая, в том числе нормативная практика, о искусственной конструкции законодателя, надо сказать, в том числе и доктрины. Различные наши группы уважаемых авторов продавливают те или иные конструкции. Смещение предмета кодификации в России в сторону абстрактного творчества права выступает серьезным фактором массовой нестабильности закона. Нестабильность отечественного законодательства во многом имеет политическую природу и отражает нарушение порядка обращения с правовой формой, как самостоятельным явлением, имеющим, я подчеркиваю, свои закономерности. Вот надо сказать, что даже партийная система советского, позднего периода, по крайней мере, которой нельзя было отказать в немалой государственной ответственности, в вопросах вмешательства в правовую форму была гораздо осторожнее, чем современная, иногда, российская законодательная практика. Нам необходим иной способ легитимации правопорядка. От этого напрямую зависит авторитет и эффективность российской юрисдикции в мире. Исторически меняется и усложняется структура отечественного права. Следующий покажите. В течение последних десятилетий она пришла в значительное движение. Вот система современного российского права, выделенная не как обычно по юридической силе актов, а по функциональным особенностям регуляторов, в динамике. В современном российском праве борются различные структурные стихии. Они дают поразительное разнообразие новых регулятивных средств, способов, источников в пределах общего концепта отечественной правовой нормативности. Явственно обнаруживается тенденция к значительному росту функционального разнообразия регуляторов, которую следует признать, надо сказать, положительной с точки зрения полноты выражений смыслов отечественного права. Фактически разрушаются преграды для продвижения в структуру права элементов новой нормативности, которая отражает потребности и обогащения национального правового языка. Выведение на высокие общенациональные уровни разнообразных социальных институтов реформирующегося общества. Следующий. Только через новую структуру вот ключевые моменты нового этапа. Новую структуру права люди смогут думать на одном языке с законодателем. Сейчас пока язык права для большинства населения непонятен. Задача вовлечения в правой оборот не только рафинированных законодательных конструкций, но и правового материала, создаваемого в самой системе общественных отношений, я подчеркиваю, приведет в конечном счете к востребованности актуальных правовых инструментов. И в заключении несколько выводов. Следующие. Ну, прежде всего, сейчас речь идет об уточнении приоритетов правовой доктрины России. Это я бы выделил, много их есть ряд, правовую интеграцию. Интеграция правовая в сфере права позволит России по-настоящему включиться в юридический мир в качестве полноправного его субъекта. И сделать это через максимальный вклад в европейскую и, прежде всего, евроазиатскую правовую культуру. Вот этот вектор, российский, евроазиатский, он для нас, это, по сути дела, опыт и СССР, и Европейского Союза, как известно. Уже выработаны дефиниции и классификации ведущих институтов национальной правовой традиции, в том числе в нашем материальном, процессуальном праве, праве местного самоуправления. Попытки улучшить, модернизировать только на основании фрагментарного заимствования или наукообразных гибридов создают лишь невероятный шум и хаос. Вот здесь надо бы приостановиться. Следующее. По фундаментальным исследованиям. Здесь вот они некоторые сформулированы. Вот некоторые направления. Необходимы научные представления о морфологии структурных и догматических параметрах отечественной правовой традиции. Необходима современная теория институтов российского гражданского уголовного публичного социального права. Отдельно надо заниматься анализом заимствованных юридических форм закономерного процесса обогащения нашего права внутренней. Вот это очень важно. Не внешней, а внутренней историко-культурной рецепции. Не знаем, что у нас было. Изобретаем велосипед. Проникновение зарубежных юридических конструкций. Стремиться ввести в культурные рамки процесс абсорбирования иностранных источников. Это, кстати говоря, обогащает наш правой язык. Это важно сейчас, когда Россия стремится вернуться на правую карту мира. И это вопрос реальной защиты нашей юрисдикции и культурного влияния в рамках геополитических союзов с зарубежными странами. Необходимо исследование концепции правых ценностей России. Очень важно понимать ход стилевого обособления права у славянских, тюркских народов, белорусов, украинцев, казахов, молдаван, в Грузии, в Прибалтике и в других ныне самостоятельных странах. При всех политических разногласиях мы, надо признать, продолжаем оставаться в едином право-культурном пространстве. И это не подвержено никаким изменениям конкретных политических режимов. необходимо представлять закономерности этапа, на котором находится отечественное право. Это этап зрелости доктрины и этап окончательного формирования национального правового мышления. Правосознание делается все более демократическим при всех попятных движениях и зигзагах. Право становится органическим элементом мышления простых людей в России. Этому процессу надо всячески содействовать, вовлекая в правоприменение широкие слои населения. Российское право постепенно тоже со сложностями ассимилирует современное ему государство. Сохранится и усложнится рельеф правового федерализма. Юридические различия между федеральным и региональным правом неизбежно будут отчетливее и одновременно потеряют свою остроту. Следующий. Стратегия. Нет, раньше. Государственный суверенитет России невозможен без права культурного суверенитета. на правовой карте мира. Нам необходимо вернуться в мировой правовой контекст, и этому есть все, конечно, условия. Необходимо идеологическая консолидация правового сознания на принципы преодоления раскола в правовой истории России. И вот такое замечание, отечественная права и доктрина это не возврат к неким корням, как иногда понимают, там чисто такая архаика или что-то. Это непрерывный поиск нового в праве. Преодоление национальной замкнутости отечественного права возможно на основе правового социального и культурного авангарда, формирование новых юридических школ в ключевых направлениях развития правовой доктрины. Следующее. Вот эти направления. И наконец следующее. Вот посмотрите, такое лирическое отступление, как вот здесь сделали. В начале 20 века наш замечательный философ Василий Васильевич Розанов дал глубокую оценку, образную конечно, российской культуре. Вот посмотрите. со времени этих слов Розанова прошло надо сказать 100 лет. 100 лет это очень немного для правовой культуры, но за это время проведена колоссальная работа. Сейчас можно говорить, что наступает период зрелости, который сам по себе имеет этапы и ограничения. Вот какие это ограничения все же надо сказать. Следующее. они очень существенны. Очень существенны. Но однако мы далеки от современных либеральных панических оценок нашего человеческого капитала, которые звучали в начале. мы далеки от катастрофических концепций нашей правовой истории, кризисных характеристик состояния современной правовой науки, надо сказать, которая сейчас в литературе господствует. Наоборот, и то, и другое, и третье демонстрирует огромный профессиональный и нравственный потенциал отечественного права, накопленного в том числе трагического опыта, который должен войти целиком без исключения в нашу правовую культуру. Формируется следующий новый этап развития отечественной правовой культуры, который приходит на смену советскому периоду. Мы вступили во время, когда ни одна рациональная оформленная политическая сила не в состоянии управлять реальным правопорядком. Главным фактором стабильности постепенно становится не правоохранительная система, а правовое сознание большинства населения. Россия пришла к такому этапу в позднее советское время. Сейчас этот процесс значительно ускорился, и мы, вероятно, должны серьезно уточнить наши исторические часы в правовой культуре. Это основано уточнение на понимании времени становления отечественной правовой традиции. В 90-е годы после декларации известной о государственной суверенитете мы слишком поторопились с переводом политика правых стрелок, а потом уже где-то вот в начале 2000-х годов чуть было не оказались в очередном тупике, надо сказать, насильственной модернизации. в действительности речь идет о завершении становления отечественного правового феномена. И впереди важный этап консолидации отечественного правового сознания. Спасибо за внимание. Спасибо огромное Владимир Николаевич вашим научным докладом. Мы начали научную часть работы нашей конференции. Своим выступлением вы задали импульс нашему мероприятию. Спасибо вам огромное. Доклад был очень интересный, очень познавательный. Спасибо огромное. Спасибо огромное.